здравствуйте сегодня мы поговорим с нами о кабачках на это наверное не найдется ни одного участка где не выращивалась бы хотя бы одна крядка лилунка с кабачками потому что это растение вкусные эти растения полезные эти растения довольно простым выращиванием кабачок это разновидность тыкв с тыквой они родственники но в отличие от тыквы кабачок имеет более нежную мякоть и мякоть не сладкая поэтому кабачки мы выращиваем для того чтобы делать из них салаты для того чтобы делать из них гарниры хотя есть люди которые делают и варенье с кабачком давайте разбираться с кабачками сейчас кабачки как бы можно подразделить на наши российские кабачки толстокорые кабачки которые будут вас хранить практически до нового года и в продажу поступают еще импортные сорта кабачков эти кабачки обычно имеют тонкую кожу и вот эти сорта кабачков практически не хранятся кабачки можно разделить по цвету плода они бывают белоплодные это наши традиционные кабачки которые мы выращиваем на наших участках давно кабачок растений плетистые но для небольших участков но собственно говоря и на больших участках можно выращивать выращивать кабачок ролик это кустовой вид кабачка которые плети не дают и кабачок горный тоже самое слова ветвистые кустовое растение, которое занимает мало места. В последнее время очень и очень популярны у нас зеленоплодные кабачки, которые мы называем цукини. Это тот же самый кабачок, только кожица у него зеленая и зачастую она бывает еще более плотная, чем у белоплодного кабачка. Вот зеленоплодные кабачки также очень хорошо хранятся. Желтоплодный кабачок, разновидность также нашего кабачка, и сейчас появились еще очень интересные кабачки, вот с такими вот круглыми небольшими плодами, которые подходят для того, чтобы их нафаршировать, но это практически порционные кабачки. А второй вид, вот как я уже говорила, это кабачки импортных сортов. Вот эти кабачки имеют тонкую кожицу, когда они молодые, их можно приготовлять даже не почистив, потому что кожица у них очень тонкая. Чем ценны вот эти импортные сорта? Во-первых, они отличаются одинаковыми выровненными плодами. Эти кабачки очень хорошо плодоносят. Эти кабачки устойчивы к низким температурам, они холодостойкие, поэтому они начинают плодоносить раньше даже, чем наши традиционные кабачки. Ну и, соответственно, эти кабачки пойдут на приготовление блюд и на зимние заготовки. Но еще раз повторюсь, кожица у них нежная и мягкая, поэтому их долго сохранить не удастся. И отдельный разговор о патиссонах. Патиссон – это разновидность кабачка, который имеет вот такую очень оригинальную дисковидную форму. Патиссоны могут также иметь разный цвет окраски. Окраска кожуры может быть и белый, и зеленый, и желтый, и оранжевый. Патиссоны имеют разный размер. Есть совсем такие небольшие патиссончики, которые идут в маринад прям в целом виде. И патиссоны обычно имеют кустовую форму, то есть растение компактное, растение не требует большого места и не дает длинных плитей. Как вырастить кабачки на своем участке? Вообще обычно мы сажаем ранние скороспелые сорта кабачков, что для того, чтобы как можно раньше получить урожай от них. Но можно немножко растянуть сроки плодоношения кабачков и часть посадить рассадой, ну хотя бы двух-трехнедельной рассадой, а часть посадить в грунт. Тогда в плодоношение те кабачки, которые мы посадили рассадой, вступят раньше, а из грунта кабачки будут дольше плодоносить. Кабачки растения влаголюбивые, но заливать их тоже не надо. Они любят открытые солнечные места, они любят рыхлые почвы. Когда сходы появятся, нужно будет пропалывать, а дальше у них настолько мощные кусты и листья, что сорняки сами рядом с ними не выживут. Для того, чтобы кабачки дольше плодоносили, нужно как можно чаще обрывать их плоды. Вот этот обрыв плодов стимулирует плодообразование на кустах. Кабачки – это растения пчелопыляемые, для них нужны опылители, и поэтому очень хорошо будет, если вы рядом с кабачками посадите растения, которые привлекают пчел. Это могут быть и хорошо пахнущие цветы, это может быть фенхель, которые очень любят пчелы, укроп. И хорошо кабачки сажать рядом с какими-то вот именно такими медоносными растениями. Кориандр очень любят пчелы. Ну и, как я еще раз повторюсь, сажать рядом с ними можно медоносные растения, потому что пчелы, прилетев на свои любимые растения, обязательно посетят яркие, крупные, желтые цветки кабачков и помогут завязать как можно больше урожая. Надеюсь, наши советы помогут вам вырастить хороший, прекрасный урожай кабачков. И если вам понравится, то и патисодов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!